Коронавирусная пневмония. В чем ее особенности и в каких случаях нужно делать компьютерную томографию? Опасны ли кондиционеры в период пандемии? И какие маски наиболее эффективны? На все эти вопросы ответит наш гость, главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Петрюков. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам и задавать свои вопросы. Телефоны на ваших экранах. Также вы можете писать нам в социальных сетях. Игорь Валерьевич, здравствуйте. У нас же есть звонок. Давайте примем этот звонок. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Олег. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Вот вопрос у меня такой. Скорая, вот насколько я знаю, сейчас не ведешь в больницу, даже здесь кто-то с пневмонией. Вот говорят, что якобы мест не хватает в больницах. И что делать людям, которые его заболели? Им что дома оставаться приходится? И что там делать дома? Спасибо большое. Вы совершенно правы. И тема эта большая. Может быть, мы в процессе передачи потихонечку подойдем к ответу на ваш вопрос. Но забегая вперед, нужно сказать, что пневмонии бывают разные. И далеко не все пневмонии попадают в стационар. Да. То есть, какие бывают пневмонии? Тогда давайте даже по порядку. Давайте начнем с пневмонии. Попорядок изменим. В первую очередь нужно сказать, что коронавирусная инфекция, если мы говорим о ней, не является пневмонией в обычном смысле слова вообще. То есть, это не та пневмония, которую мы видим в энциклопедиях, которые учат врачей в институтах. Это новая реальность, новая инфекция. Она может протекать с большим поражением легких, может протекать с небольшим. При этом человек с большим поражением может себя обманчиво чувствовать совершенно неплохо. Человек с небольшим поражением может ходить по стенке, жаловаться на боли в мышцах и так далее. То есть, очень много всяких нюансов. И здесь нужно медработникам доверять оценку состояния, измерение кислорода в крови, оценку симптомов, таких как частота дыхания, таких как температура тела, давность заболевания. И да, вы правы, что в больницу попадут не все. Попадут те, у кого средняя тяжесть и те, у кого тяжелые состояния. Хорошо. Вот смотрите, очень многие люди говорят о том, что они коронавирусом переболели давно. И два года назад, и в феврале. Хотя у нас, по-моему, в Китае только это началось в конце декабря. Вот. И якобы это была настолько тяжелая пневмония, что она сопровождалась и отдышкой, и высоченной температурой. Было очень тяжело. И поэтому люди говорят, что, ну, в принципе, у меня уже все хорошо. То есть, я когда-то давно переболела. Прокомментируйте, пожалуйста. Здесь нужно сказать, что в целом коронавирусы в природе – это не новость. Коронавирусы существовали давно. Коронавирусы приходили к нам в тяжелом виде. Это 2003 год – Вьетнам. Тысячи заболевших, тысячи погибших. Это 2012 год – Арабские Эмираты. Тоже там порядка 8 тысяч заболевших. И практически половина была, летальность была 50%, половина умерших. То есть, все было очень грозно. И в этом смысле, да, с коронавирусом люди встречаться могли. Но вот в такой клинике, как сейчас, когда, мы уже знаем картину, пропадает, нюх, ломит кости и так далее. Такой-то клиники типичной не было. Поэтому то, что было 2-3 года назад, сейчас, я думаю, не актуально в этом контексте. Ну, то есть, это не та пневмония, как COVID-19. А потом, пожалуйста, анализ на антитела. Если у вас есть значимый титр антител, особенно иммуноглобулина G, ну да, тогда вы правы. Какие пневмонии, в принципе, бывают? И заразны ли они? Вот давайте сразу тогда объясним, какие бывают. Ой, пневмония – это очень такая большая тема. Потому что, если у человека, например, попадет в легкий тромб из ноги, и закупорит сосуд, и разовьется так называемый инфаркт пневмонии. Это раз. Второе, конечно, это те микробные, бактериальные пневмонии, которые мы все знаем, и которые, ну, дай бог, люди болеют 1-2 раза в жизни, чуть ли не каждый человек. И вирусные поражения, они на самом деле пневмонием относятся с натяжкой. Они локализуются в легких. Многие даже медики предлагают изменить терминологию. Называть это или вирусный пневмонит, или как-то по-другому, но убрать вот этот термин пневмония. Потому что в наших головах всегда пневмония – антибиотики. И очень большая проблема. Идет валовое, бесконтрольное применение антибиотиков. Вернемся к этому попозже. Есть звонок Елена, ответим на вопрос. Да, здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Работаем в офисе, и работал кондиционер. Узнали точно, что один из наших коллег зародился коронавирусом. Вот положительный тест пришел. Мы теперь очень боимся включать наш кондиционер. Вообще вот коронавирус, он оседает как-то? И как нам его не включать теперь или чистить? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Да, вопрос очень важный. Я думаю, что как минимум его нужно чистить и дезинфицировать. Это раз. Второе, коронавирус действительно может достаточно долго сохраняться, часами. Он может сохраняться на поверхностях. И он может в виде аэрозоля повисать в воздухе. Вот я сейчас в порядке исключений снял с себя маску, хотя вот она даже до сих пор на мне, да? Ради передачи, чтобы было видно мое лицо. Есть люди со сниженным слухом. А так в первую очередь защищает маска. Но я бы хотел очень важное обратить внимание, что сейчас на улицах самые опасные люди, которые носят маску вот так. У них торчит нос, а иначе мне трудно дышать. Я не могу в ней дышать. Верно, да. Это верно и это правда. Но выбора-то у нас, к сожалению, нет. Если маска носится вот так, это можно рассматривать как амулет, оберег, но никак не средство защиты. Еще нужно понимать, что мы не только себя защищаем этой маской, а мы защищаем тех людей, которые могут пострадать, если заболели мы и еще не знаем этого. Подойдите к зеркалу и чихните на него без маски и в маске. И посмотрите, сколько капелек останется на его поверхности. Вот вам ответ на этот вопрос. Про кондиционер. Что делать-то, если не пользоваться теперь? Почистить, почистить. Если есть возможность заказать дезинфекцию его, то сделайте это. Пока пользоваться им может быть действительно опасно, потому что там среда такая хорошая, теплая, влажная для сохранения вируса. Помещение нужно проветривать. И еще обратите внимание, это касается не только офиса, не допускать сухого рта, сухих слизистых. Вот стоит водичка, я говорю, у меня во рту пересыхает. Я смочил, и у меня слизистые влажные. Влажные и слизистые защищают хорошо. И простудиться, получить любой вирус на холоде, так же опасно, как получить вирус перегретым с сухой слизистой. Резко ухудшается возможность нашей защиты. И то, что могло бы выделиться из нас, не выделится. То есть многие же врачи советуют, промывайте постоянно нос, промывайте рот. Согласен полностью. Многие используют физраствор, он как бы дешевле всего. Вот это эффективно, если просто даже физраствор используется? Я думаю, что будет эффективна даже простая вода с мылом, если вы чисто механически, потому что вирус он маленький. И можно его убить, это в идеале, но хотя бы смыть те частицы, на которых он сидит, и продукты, которые мы принесли из магазина. Коробка сока, хлеб, сейчас он весь идет в целлофане. Не говоря уже о овощах и фруктах. Все, что я буду трогать, придя домой, а я принес сок, поставил его куда? На стол. А кто его трогал до этого? А может быть, там больной человек эту коробку посмотрел, она ему не понравилась. Я все это принес хотя бы просто водой. Конечно, в идеале это можно дезинфицировать, но это финансы, они не у всех в достатке. Просто ополоснуть водой, уже все механическое, вся пыль смоется, уже вероятность в разы меньше. Вода холодная, горячая, любая абсолютно... Ну, в идеале, конечно, горячая вода лучше всегда убивает. Заморозить коронавирус водой точно не получится. Но любая механическая очистка, так же, как, например, с радиацией. Ведь радиацию просто так не уберешь. Но если хорошо вымыть предмет, то та частица пыли, которая на нем была и содержит радиоактивные частицы, она уйдет. В принципе, близко вот к этому. Игорь Валерьевич, вопрос по кондиционерам. Тогда следующий. Ведь очень во многих торговых центрах работают кондиционеры, в сетевых магазинах. Они работают везде. А здесь-то как? То есть здесь в масках ходить? Только это нас спасет? Потому что они есть везде, кондиционер сейчас в нашей жизни. Ну, во-первых, я думаю, что и Роспотребнадзор об этом прекрасно знает. И люди, владельцы этих центров тоже прекрасно знают, что они несут какую-то ответственность за то, что у них массовое скопление людей. Но в первую очередь, я бы очень хотел, чтобы у нас в обществе сформировалось понимание, что это наша проблема. Не кто-то должен сверху прийти и нас, в общем-то, палкой загонять в дисциплину, в маски, в дистанцию социальную. Это мы, это наша страна, это наша беда. Это ведь действительно беда. И беда эта пришла, как мы сейчас все понимаем, не на неделю, не на месяц, она пришла надолго. И как мы будем беречь себя и свое окружение, и не только лично своих родственников в своей квартире, за своим забором, а по сути страну. Вот так эта страна будет и жить. То есть, есть такой лозунг, Россия – это мы. Вот когда это понимание придет, тогда и в автобусе будут люди в масках, и в магазин люди. Да, по улице, когда ты идешь один, можно идти так. Но когда ты подходишь к входу, там люди, почта, это магазин, пожалуйста, металлическая пластиночка в хороших масках. Металлической пластинкой обжать нос, надеть ее как следует, все закрыть. И тогда, конечно, она может быть не идеальной, это не противочумный костюм. Но в разы уменьшится количество капелек слюны, которые вылетают. И в то же время на человека меньше будет попадать. И находятся вообще в воздухе. Конечно, конечно. И это же нужно еще относить и к детям. Потому что тоже мы часто забываем о том, что детишки, они тяжело вроде бы не переносят. Всего 7% детей подвержены. И слава богу, что нет тяжелых инфекций, это прекрасно. Но дети могут быть носителями. Он вовремя не пожалуется. Он сходил в школу, он сходил в садик. Вот тоже закрывать, не закрывать школы. Власти, конечно, все это решают. Но мы тоже должны понимать. Он прибежал из школы, а там бабушка. Бабушка-то может быть в строгой изоляции. А внучек-то к ней подбежал, поздоровался, обнялся, поцеловался и так далее. И пожалуйста. И в дом пришла инфекция. Внучек-то может быть и ничего. Он даже не осознает этого. И все молодые люди, которые относятся легкомысленно к этому. В автобусах они практически все без масок молодые. У них сейчас идет понимание, как собственные свойства молодым. Ну, собственно, мне-то ничего. И это правда. Но нужно понимать, что, опять же, это твоя сторона. И не только ты один. Ты тоже когда-нибудь, если повезет, будешь пожилым. Если повезет, если ты доживешь. И о тебе тоже кто-то должен думать. Когда ты не сможешь занести ногу на ступеньку или донести сумку. Поэтому сейчас твоя очередь. Ты должен беречь не только лично себя, но и вот это окружение, тот микрокосмос, в котором ты находишься. Да, у нас же был первый звонок. Молодой человек нам сказал о том, что в больнице практически места нет. То есть, скорая отказывает, кому-то не везет. Вы вообще владеете ситуацией? Здесь, понимаете, настроение паники. Там нет мест, кошмар и так далее. Нет, мы панику, нам паника не нужна. Буквально сегодня по радио было, оно, наверное, посредством массовой информации уже идет, интервью с президентом, с Владимиром Владимировичем Путиным. Который сказал, да, в некоторых регионах оптимизация здравоохранения привела к тому, что нужно за 100 километров ехать за помощью. Но, с другой стороны, содержать огромный, например, фонд инфекционных коек, которые не нужны в повседневной жизни, тоже нельзя. То есть, всегда, конечно, какой-то баланс между количеством пациентов нужно соблюдать. И, конечно, в первую очередь, скорой будет брать тяжелых пациентов. Почему? Потому что, если начинается вот этот вирусный цитокиновый шторм, людей спасает кислород и людей спасают инфузии специальных препаратов. Аппарат ИВЛ даже менее актуален. Потому что гораздо важнее не допустить этого шторма, вовремя дать кислород. Но в этом нуждаются, по счастью, далеко не все. И вот очень сложная задача для медиков – отдифференцировать, отсортировать тех, кому это жизненно важно, и тех, кому это не нужно. И занять эти койки теми, кто действительно в этом жизненно важно нуждается. А сейчас ситуация будет усложняться, потому что к вирусным пневмониям присоединятся и сезонные обычные пневмонии. А как их отлечить? А как лечить? Вот тут нужны антибиотики или нет? Это вообще-то очень сложно. Но это должны, наверное, медики делать все-таки? Вот они, конечно, должны. И будут, и делают. Но без вот этого понимания нашего народа, людей, что это общая проблема, это не медики должны. Это общая беда, а медики стараются так, как только, собственно, можно. Потому что медики-то с апреля в этом живут. В этих костюмах, в этих масках. Это череда людей, это смерти. К сожалению, бывает так, что даже в одной семье по несколько человек. И все это через них. А медики одни и те же. А новые из космоса к нам не прилетают. Эти же люди работают. Их вообще-то надо очень беречь. Но они одни, так же, как пожарные. Если не перестать поджигать лес, пожарные-то будут работать. Но леса будут гореть. Должно прийти понимание людей. Я вас услышала. Давайте вернемся к коронавирусной пневмонии. Вот вы уже, да, мы начали говорить о том, что их много, они разные. И все-таки нужно сказать, что вот на данном этапе у нас сейчас на лечении с коронавирусом дома, на лечении находится больше, более 1300 человек. И у некоторых, я не знаю, у какого количества, но тем не менее, есть пневмония. И она может возникнуть. Осложнения всегда могут быть. И это всегда риск, когда ты дома. Я знаю, даже многие боятся лечиться дома. Вот скажите, пожалуйста, если у человека пневмония, а он вынужден лечиться дома, у человека есть шанс вообще выжить? Конечно. Расскажите, что нужно делать, что не нужно делать, если вы дома. У врачей есть инструкции и есть определенные критерии тяжелого течения. Частота дыхания, температура, длительность ее сохранения, уровень кислорода, степень поражения при компьютерной томографии, маленький или большой. Если все эти критерии ведут к тому, что степень легкая, дома совершенно спокойно этот человек поправится. Какие признаки человек может понять, у него легкая, средняя или тяжелая степень пневмонии? Ну, конечно, лучше бы в контакте с медработником, потому что излишне успокаивать людей, которые не являются медиками и могут себя запустить не стоит. Но излишней паники, да, то есть это должна быть совместная работа населения и врачей. Понятно, но врачей у нас мало. Давайте дадим какой-то совет людям, которые лечатся дома. На что обратить внимание? Если у людей есть пульсоксиметр, сейчас очень многие люди такие приборчики себе завели, то все достаточно просто. Надев этот приборчик на палец, мы видим цифры пульса и цифры кислорода. Если эта цифра выше, чем 94, 94, 95, 95, беспокоиться не о чем. Если эта цифра снижается, 93, мы пугаемся, 92, мы уже обращаемся к медработникам, которые оценивают нашу ситуацию, не затягивая. Но приборчиком нужно пользоваться правильно. Бывает, что оденут наспех, рука холодная, сосуды пережаты, ой, увидели, испугались, паника и так далее. Померить в одном месте, в другом месте, чтобы рука была теплой, чтобы лежала хорошо. Хорошо. Если в организме кислорода мало, ни на одном пальце никогда вы хорошую цифру не получите. А если на этом пальце, например, 92, а вот на этом 98, все хорошо. Но в целом, все равно, конечно, нужно быть хотя бы даже на телефонном контакте. Ведь совершенно бывает и не обязательно ежедневно видеться с врачом. Созвонились, что-то новое есть, врач уже вас видел. Может, даже медсестра иногда обзванивать пациентов, спрашивать, что нового у меня тут, тут. Она уже знает, какие признаки могут быть угрожающими. А так, в первую очередь, конечно, это долго не снижающаяся температура. Вот, например, 38, день, второй, третий, пятый – это уже не дело. Тут уже нужно присматриваться. Про кислород мы поговорили. Дальше. Нарастание одышки. Становится тяжелее дышать, не хватает воздуха. Ну, естественно, отфильтровывая панические вот эти вещи. Это проблема. Нужно немедленно обращаться, оценивать. Скорая приезжает, может быть, и не возьмет. Да, она оценивает состояние, она оценивает ситуацию. Но вот еще раз скажу, что понимание должно быть, что есть мы. Мы – страна, город, как хотите. Без этого понимания, что эта беда пришла к нам, и мы все вместе должны с ней бороться. Защищаться и заботиться друг о друге. Так же грипп, например. Вот смотрите, вакцинация от гриппа. Сейчас есть вакцина. Работают кабинеты. 30% населения привито. А задача стоит 60%. Но это нужно продолжать. А когда грипп придет вместе с коронавирусом, не дай бог, а они конкурируют, у них сосудистые русла легких, точка поражения одинаковая. У гриппа еще шире, конечно, но все равно это пойдет конкуренцией. То есть это будет еще страшнее, правильно я понимаю? Конечно, это будет эффект вот такой мультипликации. А от гриппа ты привит, вопрос уже закрыт. У нас есть звонок, давайте принимем. Да, Олег, здравствуйте еще раз. Задавайте вопрос ваш, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Я вам уже звонил, вопрос задавал. У меня вот тут еще один есть вопрос. Давайте. По поводу того, как вообще профилактика. Я вот читал в интернете, что можно полоскать горло, не нужно полоскать горло и промывать нос. Насколько это эффективно и чем вообще это делать-то, в принципе? Спасибо. Мы это обсудили, да? Что это эффективно? Полоскать можно и слабыми растворами соли, и морской водой, и просто водой, если это профилактика каждодневная. Пришли из дома, если у вас есть желание, возможность это делать, да. Другой вопрос профилактики. Если кто-то заболел рядом в семье или коллега на работе, то есть явно был контакт. Вот сегодня, например, у нас, это уже объявили наш министр иностранных дел, Сергей Лавров, ушел на самоизоляцию, потому что был контакт с заболевшим. Значит, здесь уже есть схема приема противовирусных препаратов, но здесь конкретные названия я приводить специально не хочу, потому что у всех свои показания и противопоказания от беременности до взаимодействия. Но в целом вот тогда уже и капли в нос, там энтерфероны капаются. Опять же, с медработниками можно это отследить. Вот это, а дальше эта маска, да, как мы уже говорили, не только для себя, но и для тех, кто вокруг вас. И тот же коллега, например, заболевший, если он ходил в маске, то он в разы вам сократил возможность заражения. И вы должны так же поступать. А если без маски? И не держать сухие слизистые. То есть вот поговорили, во рту начинает подсыхать, все, баланс будет восстанавливаться. Если без маски, нужно начинать принимать противовирусные препараты? Если коллеги ходили без маски, а у них подтвержденный диагноз. Есть такие схемы, они более мягкие, препараты применяются в малых дозах, но да, это возможно. Хорошо. Главный пульмонолог России Сергей Авдеев говорил о том, что пневмония, вот именно коронавирусная пневмония, она очень часто протекает бессимптомно. Это тот самый лайнер, который весной у нас стоял у берегов Японии. Вот там 73% заболевших ковидом, у них как раз-таки пневмония протекала бессимптомно. И наличие только удалось установить благодаря КТ, компьютерной томографии. Сейчас очень многие люди говорят о том, что на всякий случай сделаю. Вот вроде на всякий случай надо. Надо или не надо? Когда надо? Если действительно протекает бессимптомно. Сергей Николаевич, Авдеев привел очень удачный пример. Очень уважаемый всей страной, без преувеличения, доктор. И тот лайнер Diamond Princess, он одно время не сходил с новостей. И на нем мы, по сути, можно так сказать, учились пониманию, что же вообще происходит. Люди в закрытом, 3000 человек в одной изолированной коробке. И что оказалось? Что действительно, поскольку это не пневмония, как мы говорим, а это вирусное поражение легких, оно и протекает особенно. Оно может протекать действительно бессимптомно. То есть, сделав прицельно человеку КТ, мы находим, что 5-10% от легких находятся в состоянии так называемого матового стекла. Что это значит? Что при обычной пневмонии легкие отекают напрочь, прям как сырая губка. А здесь как влажная губка. Там есть жидкость, но она не настолько намокшая и тяжелая. Поэтому обычный рентген ее не всегда и даже видит. А флюорограф? Флюорограф и рентген сейчас, по сути, одно и то же. Цифровые аппараты, цифровые технологии, уже большой разницы в этом, по сути, нет. Название. И компьютерная томография, которая более четкая, более точная, там другие принципы немножко, да не немножко, а другие принципы даже получения изображений, она видит это. И есть люди, которые, имея в легких поражения, этого не чувствуют. Но делать КТ на всякий случай, почему бы я не стал? Потому что вот это вот вирусное поражение легких, оно развивается не в одночасье. Если человек, проконтактировав, уже бежит, делает себе КТ, а потом он правда заболевает, он чувствует, что появилось что-то новое, у него пошла температура, ему надо опять КТ. Но на минуточку одно КТ, это от 30 до 50 обычных рентгенов по дозе облучения за раз. Ого! Зачем? Зачем? Серьезно? Если есть клиника, есть проявление температуры и так далее, да, мы на это идем. Но и то стараемся не делать в первые 1-2 дня, потому что еще процесс не запустился как следует. Ну, конечно, если состояние пациента тяжелого, вопросов нет, это все будет сделано тут же. Там уже понятно, иначе с чего бы ему тяжело. А вот если это состояние такое может быть на всякий случай, то это, на мой взгляд, совершенно необоснованная и трата ресурсов, и получение облучения. И еще вопрос, сейчас же у нас люди, им все равно какая пневмония, скажем так, они не отличают, да, но на всякий случай они начинают принимать антибиотики. Вот прокомментируйте, пожалуйста, стоит, не стоит, что стоит, что не стоит. Это прямо беда сейчас. Это тоже, да, тоже большая беда, потому что антибиотики действуют на микробов. А микробов в большинстве случаев, вот в этих ситуациях, по которым мы сегодня встречаемся, там нет. Докторам, иногда, особенно молодым докторам, когда они приходят, я говорю, кого вы хотите убить антибиотиком? Там нет, потому что антибиотики, они разрушают клеточную стенку бактерий. Они могут влиять на так называемые рибосомы, это такие фабрики, на которых синтезируется белок в клетке. У вируса этого нет, он на то и вирус, он пользуется нашими клетками, нашими клеточными стенками, через которые он проникает, нашими, у него их нет. Зачем антибиотики? И вот буквально вчера вечером вышла последняя версия рекомендации, как лечить, временной методически. Девятая версия министерства, она уже есть, уже опубликована. Там антибиотик мы найдем только в одном месте, где он сочетается с противовирусным препаратом, как компонент противовирусного лечения. И все. Поэтому, конечно, это ответственное решение, конечно, страшно, конечно, доктора привыкли, что пневмонию надо лечить антибиотиками. Есть тоже определенные критерии, там гнойная мокрота, сдвиг формулы крови и так далее, эти механизмы есть. Но бесконтрольно всем подряд, один, второй, третий, желательно еще потом четвертый антибиотик, и если их температура не снизилась, то еще добавить, это абсолютно неправильная полиция. То есть это какие-то другие препараты, это противовирусные препараты, это обычные препараты, которые продаются в аптеке, или это какие-то, вот как мы сейчас заказали, фавипировир. Если ситуации тяжелые, если ситуация цитокинового шторма, если это реанимация, там идут препараты, можно сказать, космические, моноклональные антитела. У нас есть эти препараты в больницах? Они есть, но я не буду говорить, что они есть в каждой участковой больнице, но там, где идут реанимационные пациенты, там они есть, и там эти возможности есть. Главное, чтобы места там были. Там и кортикостероиды. А вот с местами, поскольку это общая беда, нам нужно, во-первых, не занимать эти места теми, кому там уже нечего делать, и во-вторых, койки-то развернуты. У нас открыли с прошлой субботы областную больницу на минуточку, 180 койек. Да, но у нас больных больше 80 человек в сутки. Выше тысячи койек работает, идут обороты. Иногда говорят, вот выписали менять там чуть раньше, и такое возможно. И даже инструкции министерства предусматривают. Стало человеку легче? Освободи койечку тому, кому совсем плохо. Я вас поняла. Ещё вот, Елена, я хотел бы сказать, что койки-то койками, а врачи? А врачей-то новых нам, ещё раз говорю, никто ниоткуда с космоса не пришлёт. Вот. И каждый врач, он тоже ведь может определённое количество пациентов-то вести. Поэтому это тоже надо учитывать. Уберечь их. Я вас поняла. Давайте поговорим про маски. У нас остаётся очень немного времени. Мы сегодня буквально вышли на улицу, мы уже начали об этом говорить, как носить. Но вопрос в том, что маски ещё бывают разные, из разных материалов. Мы сегодня вышли на улицу, спросили у людей, что они себе приобретают. Предлагаю посмотреть. Я ношу маски везде. У меня их целый масочный арсенал, можно сказать. Регулярно ухаживаю, стираю каждый день. Ну и маски я выбираю под настроение и в цвет одежды. И меняю, конечно же, каждые два часа. Вы сами делаете? Да. Да? А сколько слоёв? Да как вам сказать? Четыре или пять. А что вот с марлевыми масками делаете? Вы их стираете или что? Стираем. А почечки? Как? Хлорки. Хлорки? Белизну, белизну и гладим. У нас масочка многоразовая. Многоразовая? А знаете, из какого материала? Нет. Как часто стираете? Ну, раз через день. Через день, да. КП, наверное, дочь шила. А сколько слоёв, знаете? Один. Я специально сделала, чтобы мне дышалось. Если вот обычные двухслойные, я вообще не могу дышать. Однослойные у вас, да? А вы думаете, она эффективна всё-таки? Не знаю. Чёрт его знает. Кто знает. Ну, а если не уверена в активности, может, тогда и не стоит носить, то почему тогда носите? Потому что требуют? Или по какой причине? Требуют. Лучше уж носить маску, чем штраф платить. У меня масочка шёлковая. Она считается самая лучшая для инфекции и для того, и дышать в ней легко. Это была передача очень интересная за маской. Я там услышала. Я просто её сделала с кусочком. Мне дочка подарила бельё. Я им пользовалась. И теперь оно уже стало старым. Бельё я сделала с кусочком масочку. Игорь Валерьевич, что вы думаете? Вот про шёлк, про шёлковые маски, про трикотажные маски. Очень коротко. Ну, с одной стороны, 21 век. Есть уже совершенно промышленный, да, защищающий реально. Самое хорошее – это класс защиты на них ставится. Это ФППИ-2. Вот смотрите, есть у нас масочки, пожалуйста, посмотрите, да, разные. На этих масочках ни на одной, по сути, нет установки класса защиты. Но они все изготовлены из нетканного материала. Они имеют металлическую пластинку, что очень важно, чтобы прилегать плотно, облегать, чтобы не было утечки воздуха. Они могут быть разного цвета. Если нет финансовых возможностей приобретать вот такие сертифицированные, защищающие, даже кусок ткани, даже кусок ткани, вот такой, как, например, этот, все равно на пользу. Все равно на пользу. Я вот вам скажу, подойдите, чихните на зеркало. Если без маски вы видите, что капелек много, а смазки их нет, это уже хорошо. Хотя, конечно, чем сертифицированнее, тем лучше, это абсолютно понятно, тем, конечно, лучше. С респиратором, с фильтрами, да. Но нет этого хотя бы, хотя бы. Это уже поможет намного. Если только будут носить все, а не отдельные лица. И думайте не только о себе. Ну, вот смотрите, вот там упаковочка вообще, там, видимо, китайские производители, там нет ни слова по-русски. То есть я уж там вообще, ну, видите, вот такой вариант. То есть мы, как я понимаю, то есть в любом случае любая маска – это хорошо. Да, неважно из чего она. Как говорили в одной кинокомедии, чем мех красивее, тем он дороже. Так и здесь. Чем у вас больше возможностей, тем лучше. Это ответственность каждого человека. Если же таких возможностей нет, на войне хороши все средства, какие есть. Вот я так отвечу. Хорошо. Будем искать тогда по-дороже. Ну, да, в общем, у кого какие возможности. То есть, например, уже вот пластиночка отваливается. Ага, вот тебе и китайский производитель. А по поводу тканевых, вот как за ними ухаживать? Да, очень интересно. Мы услышали, в белизне обрабатывают маски. Ну, в принципе, хлоросодержащие вещества, да, они действительно обладают дезинфицирующим эффектом. Прогладить ее паром, утюгом, может быть, прокипятить. Почему бы и нет. Сейчас мы отвыкли это делать. Раньше белье окипятили постоянно. Я считаю, это правильно. И носить маску одну и ту же, да, когда она уже становится грязненькой, весь день, тоже неправильно. Она потихонечку от дыхания намокает, становится влажной, свойства ее ухудшаются. А вот такие одноразовые маски, их можно стирать? Одноразовые маски, я бы стирать, конечно, не рекомендовал. А лучше, конечно же, их менять. Но если нет такой возможности, ну, как минимум, может быть, утюгом, если она только не расплавится аккуратненько. Но она, скорее всего, расплавится. Я поняла. Лучше марлевые с ними можно делать все. Я не скажу, что марлевые лучше, нетканый материал. Но поскольку гладить нельзя и нет возможности ничего другого, ну, хотя бы тогда марлевые. Игорь Валерьевич, спасибо большое, что вы к нам пришли. Я напоминаю, что сегодня в студии у нас был главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Валерьевич Петрюков. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова